Дневной эфир седьмого телеканала. В студии с вами продолжает Татьяна Милимко. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на такую тему. Мода не для полных и как полюбить себя любыми. Я готова представить вам нашу гостью. Сегодня Анна Герсименко, гештальтерапевт, психолог. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Правда ли, что мода не для полных? Вы знаете, Татьяна, я думаю, что это можно признать правдой, к большому моему сожалению. Я думаю, мы обсудим обязательно этот вопрос сегодня более предметно и детально. Но после того, как послушаем интервью Майи Тульчинской, фэшн-блогера из Киева, давайте вместе послушаем. Если по магазинам, если открыть модные журналы, посмотреть дефиле на подиумах, то да, может сложиться впечатление, что мода действительно рассчитана только на очень стройных и, я бы даже сказала, на очень худых женщин. И только для них все шьется, и только для них все придумывается, и только они берутся в расчет. На полных женщин никто не рассчитывает, если посмотреть на массовую моду и даже на высокую моду, которая на подиуме. Но на самом деле, конечно, это не так. Невозможно игнорировать женщин больших размеров, потому что их очень-очень много в разных странах, по-разному, но везде это очень значительный процент. В частности, в Соединенных Штатах в прошлом году подсчитали, что там 67% женщин носят большие размеры от 14 и выше. Это наш 52 и выше. Это реально действительно большие размеры. И таких женщин 67%. Ну как можно их игнорировать? Как может не быть для них моды и не быть для них одежды, когда их так много? Это совершенно ненормально. В Украине меньше, мне кажется. Давным-давно никто не делал никакой статистики на эту тему. Но чисто визуально, если выйти на улицу, да, может быть не 67%, но процентов 30 точно. Особенно, если мы говорим о женщинах постарше, там 35 плюс 40 плюс, то там этот процент еще выше. Таких женщин очень много. Им очень хочется одеваться красиво, модно, современно, стильно. Они, собственно говоря, имеют на это все права. Точно так же, как и женщины с любой другой фигурой. Но возможностей для этого у них эффективно намного меньше. Предложения для них намного меньше в разы. Это и в Америке, так, несмотря на то, что там очень-очень много женщин больших размеров, и это огромный рынок. И даже там они жалуются, на их взгляд, этот рынок недостаточно насыщен. Они тоже проводят свои какие-то замеры, статистику, они заходят в большие универмаги и считают, сколько там единиц или вариантов какой-то одежды стандартных размеров, и сколько больших. И оказывается, что больших действительно намного меньше, выбор меньше. Но все равно по сравнению с тем, что там у нас, конечно, ну вообще незапоставима картина. У нас предложение просто крошечное. И, к сожалению, очень много марок украинских, которые шьют большие размеры, они шьют, не знаю, как бы их не обидеть. Ну, в общем, это такой возрастной ассортимент, ну, мягко говоря, это вещи, рассчитанные на очень взрослых женщин, и которые не особо следят за модой. Это очень консервативный дизайн, несовременный. И часто это вещи, которые не то что вышли из моды, они туда и не входили никогда. К счастью, появляются сейчас украинские бренды молодые, которые готовы шить на женщин больших размеров. С моей точки зрения, это колоссальная ниша, которую украинские производители совершенно незаслуженно недооценивают. Они могли бы прекрасно заработать на этих женщинах, которых больше нигде не ждут. Никто не готов их одевать. И если вы готовы их одевать, то вот у вас готовая счастливая аудитория, которая будет вам очень благодарна, очень признательна. В больших городах у женщин выше требования к тому, какую именно одежду они хотят найти. Они видят вокруг себя модно, стильно одетых женщин, и они хотят соответствовать. И они тоже хотят выглядеть современно и актуально. И поэтому из того ассортимента, который даже есть, им сложно выбрать. Потому что вещи, которые, допустим, подходят им по размеру, не факт, что подходят им по дизайну, по стилю. Не факт, что это то, что они хотели бы носить. Знаете, я была как-то раз в одной компании, и там обсуждалась эта тема. И один из мужчин сказал, странно, я каждый день вижу полных женщин на улице, ни разу не видел, чтобы они ходили голыми. Действительно, они не ходят голыми. Во что-то они одеваются, что-то они находят для себя. Ну, вопрос, что это что-то, насколько им это нравится, насколько это удовлетворяет их действительно. К сожалению, это не так чаще всего. Это ужасно то, что я сейчас скажу, но в секонд-хенде. На базарах, на рынках, вот там ждут женщин любого размера. Другой вопрос, какой стиль, какой дизайн они там находят. Но размер их там есть. И есть буквально несколько украинских брендов, которые я очень уважаю, очень нежно к ним отношусь, которые шьют на женщин больших размеров. И есть буквально по пальцам одной руки, можно посчитать, магазины масс-маркета, в которых представлены большие размеры. Я не буду их называть, потому что это будет реклама. Но поверьте, что все полные женщины их знают. Все. Потому что их настолько мало, что их очень легко запомнить. Была такая история лет 10, может быть, больше назад. Я читала в прессе, что министр здравоохранения Испании пригласила к себе на беседу руководителей мировых модных гигантов. Они же все в основном испанские. Те, в том числе, которые в Украине представлены. Пригласила их на беседу и объяснила им популярно, что взрослая рожавшая женщина размера XXS может быть только в том случае, если она тяжело больна. Во всех остальных случаях у нее размер больше. И поэтому размеры, уважаемые сеньоры, которые представлены в ваших магазинах, они не отражают реальных размеров испанских женщин. Сделайте что-нибудь с этим, расшивьте размерную линейку. И это возымело эффект. И сегодня мы можем зайти в ЗАРУ и там найти размер L и XL. Это не очень большие размеры, все равно. Но, тем не менее, они, по крайней мере, есть. Их раньше вообще не было. И вполне возможно, если бы действительно законодательно было бы прописано, какой процент одежды какого размера должен быть представлен в торговой сети, да, это наверняка повлияло бы. Другое дело, что, увы, у нашего государства сегодня очень много других проблем. И я не знаю, когда оно сможет заняться этим. Когда-то, несколько лет назад, увлеклась я чтением западных модных блогов. И не только чтением, но и изучением картинок. Это было интересно, это было новое. Раньше такого не было, а теперь оно появилось. У нас вообще еще почти ничего на эту тему не было. А англоязычных уже было много. И в какой-то момент я обнаружила, что, оказывается, в Америке разные женщины ведут модные блоги. Не только женщины модельной внешности, не только те, кто были в прошлом моделями, и не только молодые, а очень разные. Женщины и за 40, и за 50, и большого размера, и, наоборот, очень маленького размера, очень много азиаток. Они очень-очень изящные и очень маленькие, маленького роста. У них тоже проблема, им тоже сложно себя одеть, потому что мода рассчитана не только на очень худых, но и на очень высоких. Они тоже получаются нестандартными. И вот все эти нестандартные женщины, которые не могли для себя найти подходящего источника информации в глянце, придумывали свои собственные блоги для таких, как они. И в том числе крупные женщины, женщины больших размеров, тоже начали вести блоги. Это было безумно интересно наблюдать, как они смело совершенно надевают на себя то, что мы абсолютно не готовы видеть на таких женщинах. У нас очень много стереотипов. У нас принято считать, что если женщина большого размера, она должна ходить в каком-то безразмерном мешке, ничего не обтягивать, не подчеркивать свою фигуру, потому что там нечего подчеркивать. И вообще, чем меньше ее видно, тем лучше. Там совершенно другой подход. Там они носят и обтягивающие вещи, и подчеркивающие талию, и пышные юбки, и все, что угодно. Все, что мы не привыкли видеть на полных. И они прекрасно в этом выглядят. И они вдохновляют других женщин своим примером. И проносят вот эту идею, что не нужно стесняться своего тела, не нужно прятаться в тени этих каких-то мешков бесформенных. Нужно показать себя такой, какая ты есть, и радоваться жизни, и ты не виновата в том, что ты такая. В общем, когда я это все увидела, я вернулась в русскоязычное пространство, ну и украиномовное, естественно, и обнаружила, что здесь такого вообще нет. Я не нашла ни одного блогера такого нестандартного размера, ни одной женщины, которая бы писала для простых обычных женщин, не для моделей, для женщин взрослых, для женщин с какими-то особенностями фигуры, что им носить, где им эти вещи брать, как им эти вещи стилизовать. Не нашла ни одного такого блога, поэтому завела свой. Блогеры большого размера получают море ужасных комментариев, очень злобных, очень желчных. И нужно быть очень уверенной в себе женщиной, очень сильно выше этого, для того, чтобы не сломаться, не переживать из-за этого и продолжать это делать. У них тоже не всё так просто. У них бодишейминг, вот оскорбление людей с нестандартными фигурами, к сожалению, тоже процветает. А у нас, да, ещё хуже. У нас с этим ещё хуже. Действительно, в головах море стереотипов. И сами полные женщины стесняются себя и стесняются что-то на себя надеть нестандартное, потому что боятся осуждения, боятся, что их не поймут. И да, это нужно преодолевать, как мне кажется, эти стереотипы нужно ломать. Я думаю, что если действительно всё запущено, то нужно идти к специалисту, к психотерапевту или к психологу, консультироваться и помогать себе с помощью профессионала. Но простой такой бытовой совет, который я могу дать до того, как обратиться к профессионалу, как я уже говорила выше, есть множество модных блогов в сети, которые ведут очень разные женщины. Не только стандартных модельных размеров. Женщины маленького роста, женщины маленького размера, женщины большого размера и очень большого размера. Блондинки, брюнетки, рыжие и так далее. Самые-самые разные, их очень много. Можно найти блогера себе по вкусу, которая примерно соответствует тебе по конфигурации фигуры, даже по цветам у неё может быть твой цвет глаз и твой цвет волос. И что самое главное, она тебе близка по стилю, тебе нравится, что она на себя надевает. Тебе подходит стиль, который она выстраивает. Вот если найти для себя такую виртуальную сестру, то можно следить за тем, как она развивает свой стиль и развивает свой стиль вместе с ней. И когда ты видишь счастливую женщину на экране, которая улыбается, которая, очевидно, довольна собой, красиво одета, и ей нравится то, что она делает, и она сама себе нравится, а ты на неё похожа, почему же тебе тоже не нравится себе? Нужно вдохновляться такими примерами, учиться выстраивать красивый свой стиль, хорошо себя правильно, грамотно одевать и радоваться жизни. Вот такая позитивная у нас Майя, которая говорит, надо радоваться жизни, нужно искать людей, которые близки тебе по духу, и тогда всё будет хорошо. Я напоминаю, в гостях у нас Анна Герасименко, гештальт-терапевт и психолог. С Аней мы как раз и обсудим все те вопросы, основные тезисы, которые мы услышали только что в интервью Майи. Аня, ну, мы много говорили об одежде, правда? И сразу возникает вопрос, естественно, для женщины одежда это очень важно. Вспоминаем магазины, которые существуют, вспоминаем какие-то размерные сетки, которые есть. Действительно, это такая большая проблема. Я уже не говорю о том, что название магазинов «богатырь», сразу какое-то обозначение, да, такое «пышная красота», там, или «XXL», ну, в общем, или «баталы» — это вообще страшное слово, как будто бы мы сейчас в танк запрыгнем в этих баталах, правда? Вот. Насколько корректны такие названия для магазинов? И действительно ли это такая проблема? Я считаю, что названия некорректны, потому что они сразу как-то очень сильно выделяют как будто бы какой-то определенный диапазон женщин в каком-то весе, размере, который вроде бы как нельзя поместить в диапазон размеров обычных магазинов. Мне почему-то кажется, что самым идеальным вариантом было бы, чтобы во всех магазинах одежды была линейка, которая, ну, подходит женщинам от минимального до... Определенная размерная сетка, правильно? От минимального до необходимого размера. До максимального необходимого, да, любым женщинам, потому что это может быть женщина, у которой небольшой рост, но более крупные размеры. Это может быть женщина, у которой высокий рост, и ей сложно найти брюки, например, в обычных размерах. Такое тоже может быть. В Европе это очень давно практикуется, там есть размерная сетка не только по размерам, но и по росту. Это тоже очень важный момент. И сами вот эти названия, они достаточно дискриминирующие для женщин, потому что тогда происходит как будто бы трансляция, что вот в обычных магазинах для вас ничего нет. Вы какие-то не такие. Вот идите туда, где что-то там сразу же вам расскажут, что там только для вас. С одной стороны, это неплохо, нельзя тоже осуждать. Да, возможно, это какое-то просто непонимание, какой-то стереотип, который существует у нас в Украине. Да, я думаю, да. Уже он меняется. Вот даже Майя говорила о том, что украинские дизайнеры стараются шить на всю размерную сетку, правда? Это меняется, правда. Меняется структура моделей. То есть все мы знаем, что сейчас идет какая-то новая, слава богу, волна, появление плюс-сайз моделей, которые могут демонстрировать, показывать и гордиться тем, что у них такие формы. И они могут представлять одежду моделей, размеров, которые... Кстати, вот первая модель плюс-сайз, она именно из Одесской области. Она родилась в Рени, и ее зовут Кристина Керчио, я могу ошибиться где-то в ударении, да, но вот она принимала участие на телеканале СТБ в проекте «Изважнение», то есть сейчас Луеви, и она стала первой официальной такой моделью XL. Правда? Я не знала об этом. Вот, я вам расскажу. Это действительно очень красивые женщины, и меняется отношение дизайнеров, например. И тем не менее, люди остаются все равно прежними. И я знаю, что даже Майя тоже опять же говорила о том, что комментарии, которые бывают под постами вот таких блогеров... Они бывают очень разные, да. Бывают разные, и иногда очень сильно ранят. Обидные, правда. Это правда. Причем это часто пишут люди, которые совершенно не знакомы с этим блогером, с человеком, который выставляет свои фотографии, абсолютно не знакомы с его жизнью, какой-то историей. Конечно же, не знают о каких-то причинах, почему у этого человека раньше был какой-то вес, который считался плохим или нестандартным. Почему сейчас человек, например, выбрал для себя такой стиль жизни или принимает свое дело таким, какое оно есть? Кроме того, засилие, да, пропаганда здорового образа жизни. Это прекрасно. Здоровый образ жизни, правильное питание. Но здоровый образ жизни не всегда предполагает стройность твоего тела или же похудение обязательное. То есть вот мы начнем питаться по часам, и все, сразу же мы похудеем, будем как фитнес-инструкторы, например, то, что показывают нам, да, и то, что предлагают нам уйти от чего-то, от какой-то полноты, именно прибегая к тренировкам и к здоровому образу жизни. Это окей, хорошо, но есть девочки, которые и тренируются, которые питаются правильно, и они остаются в своих формах. И это правда есть. И чаще всего девушки, которые остаются в каких-то, по современным меркам, нестандартных размерах, они чаще всего ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто выбирает питаться два раза в день брокколи, семенами чия, йогуртом или водой, и ходить на тренировки шесть раз в неделю. Потому что у человека, который принимает своё тело, у него появляется внутреннее желание заботиться об этом теле с помощью вкусной еды, вкусной здоровой еды. Это не значит, что девушки, которые весят больше, чем считаются приемлемым, или нормальным, или хорошим, или красивым, это не значит, что они сидят в Макдональдсе утром, в обед и вечером. Можно, кстати, спросить по поводу этого стереотипа, ведь считается, что если женщина плюс сайз, то, наверное, она сидит и ест перед телевизором. На самом деле, это не так абсолютно, и даже, ну, не даже все плюс сайз модели в основном питаются правильно, питаются здоровой едой, потому что это здоровье, это состояние кожи, это состояние волос, и в первую очередь, я думаю, что питаться фастфудом три раза в день, это как минимум не очень вкусно. То есть это можно себе позволять периодически, но постоянно такой едой питаться не будет ни один человек. Сознательно, с каким-то прям желанием, интересом и удовлетворением от такой еды. Вы знаете, на том же телеканале с тобой есть еще другое шоу, это вокальное шоу. Я сейчас наблюдаю, как участница группы КАСКО, она проходит, у нее потрясающий красивый голос, но она немножечко с другими формами, скажем так. И я замечаю, вот я анализирую, как ее начинают осуждать где-то, в том плане, что ты начинаешь хуже петь, что с тобой происходит, объясни, у тебя потрясающий вокал, где? Она везде отвечает, я не уверена в себе, я себе не нравлюсь. Она везде отвечает, и все говорят, что же с ней происходит? Да вот же она сама говорит, я себе не нравлюсь. С этим вопросом в основном всегда обращаются женщины, клиенты к психологам. Очень часто это один из топовых вопросов, с которыми обращаются за помощью, потому что можно весить 50 килограмм, можно заниматься спортом, можно быть прекрасной, но в то же время себе не нравится. То есть вес, размер, это не всегда связано с уверенностью. У многих женщин есть идея, что если они будут весить меньше или будут больше заниматься спортом, или лучше питаться, то они начнут себя принимать и чувствовать себя лучше. На самом деле, есть очень много исследований, которые подтверждают, что это не так. Есть исследования, которые подтверждают, что использование пластических операций не решает эту ситуацию. То есть если изначально женщине не нравилась форма ее носа, она ее исправляет, то потом будет другая ситуация, ей не будет нравиться, например, форма груди или недостаточно плоский живот. Это касается, мне кажется, не только женщин, но и мужчин. Мужчин, да, тоже. Перешли мы к вопросу, что чаще всего, чем интересуются женщины, которые к вам приходят? Я с собой недовольна, но что вы им советуете делать? Да, недовольны, наверное, в той или иной степени все собой. Это какие-то детские травмы, это общество, навязывание, да? Вот та же девочка, о которой мы говорили сейчас, она не уверена в себе, она себе не нравится, отсюда идет неуверенность в себе. Но при этом я смотрю, я вижу невероятной красоты девочку. Еще и безумно талантливую. Ну вот что-то внутри. Вот что вы советуете таким людям? Таким людям я советую, правда, обращаться к психологу за помощью, чтобы решить эти вопросы. Но можно делать какие-то очень простые вещи для себя в домашних условиях, скажем так. Как минимум постараться, подходя к зеркалу, не выбирать в зеркале какие-то части тела и говорить про них плохо. То есть женщины очень часто это используют. Подходят к зеркалу и говорят, вот здесь мне не нравится, вот здесь что-то не то, и вот тут мне что-то не нравится, и там что-то вот висит, тут не так и здесь не так. Как минимум постараться видеть в зеркале свое тело полностью и стараться говорить себе, что я люблю это тело, благодаря ему я живу, я получаю удовольствие, у меня есть семья, дети, друзья. Я могу учиться, как-то радоваться жизни, и хотя бы за это можно сказать ему спасибо. Также можно прибегнуть к очень простому правилу покупать одежду своего размера. Вот в продолжении мая нового интервью тоже знакомая мне ситуация от клиентов, что многие женщины выбирают для себя сохранять в шкафу размеры трех диапазонов. Это часть одежды, когда я похудею, это обычно большая часть гардероба, размеры, которые можно носить сейчас, это что-то очень ограниченное, и вещи, которые можно будет одеть, если немного будет вес увеличиваться. Обычно это несколько каких-то прюк и несколько свободных свитеров. Желательно, чтобы вот как минимум вот эта часть, когда я похудею, я это одену, избавиться от нее, потому что тогда получается, что женщина, мужчина, человек, который живет с таким ощущением, что вот когда я поменяюсь, тогда жизнь поменяется, все будет хорошо, он не живет в моменте, который есть сейчас. Всегда есть идея, что вот тогда, завтра, когда я похудею, когда я буду выглядеть лучше, моя жизнь изменится и станет лучше. Ань, ну иногда мы вот, да, можем наблюдать за своими близкими и понимать, что они стремительно, например, начали набирать вес. Нельзя тоже там, да, быть равнодушными, вот по-честному. Нельзя, если ты видишь, что у нее какие-то, видимо, проблемы, и ты просто закрыл глаза, потому что это не твое дело, это ее личное дело. А ты хочешь обратить внимание, как нужно это делать правильно, чтобы не просто сказать, боже, ты там так раздалась, там, или бока, или как подружки друг к другу, ой, ты поправилась. Могут сказать, да, вот корпоративы скоро, и чтобы не прозвучало таких каких-то вещей, это очень некорректно. Как можно обратить внимание человека? Я думаю, что если человек хочет сказать вот что-то такое своему близкому из идеи позаботиться, да, потому что тревожится за близкого человека, это можно сделать в более какой-то экологичной форме. Например, пригласить эту же подругу в какое-то любимое кафе за чашкой чая, спросить, как у тебя вообще с тебя жизнь происходит, что у тебя происходит, как ты себя чувствуешь, и спросить какие-то банальные вещи. Нужна ли тебе сейчас моя помощь? Могу ли я тебе чем-то помочь? Давайте еще один стереотип, я вам скажу. Иногда считается, что жесткая критика, она тебя простимулирует пойти в спортзал. Это правда. Муж может сказать своей жене, например, слушай, что-то ты займись собой. Насколько это стимулирует? Мне кажется, это наоборот. Ты хочешь пойти и поесть. Это не стимулирует, это наоборот делает человеку очень больно. Независимо от того, женщина это, мужчина это, это ребенок или подросток, такие слова всегда слышать очень неприятно. Я думаю, что желательно подбирать форму выражения своего какого-то недовольства, да, и опять же, изначально хотя бы спросить у человека, что у него происходит, и почему, может быть, у него произошло... Иногда он даже и не ест на самом деле, а он может не есть, и набирать вес. Это стресс. Это стресс, это может быть связано с какими-то гормональными перестройками в организме, это может быть связано с какими-то заболеваниями. Заболевания могут быть очень различные. От расстройств пищевого поведения до нарушений гормонального баланса. И там роль еды в увеличении или уменьшении веса, она уже достаточно вторична. То есть, если человек, у которого, например, сейчас острое состояние при онкозаболевания, говорить, слушай, ты так классно выглядишь, ты так похудела, это не будет стимулировать ее на радость. Это будет, наоборот, огорчать, потому что человек, который это слышит, он знает истинную причину, и для него это очень болезненно. То же самое могут ощущать люди, которым говорят, что ты поправилась. Хотя на самом деле, может быть, у этого человека было расстройство пищевого поведения, с помощью которого вот этот какой-то идеальный вес держался, а сейчас у человека наступает ремиссия, и на самом деле вес, который возвращается, это больше говорит о том, что человек возвращается к жизни, начинает нормально питаться, как-то общаться с друзьями, с людьми и вообще жить. И тогда такие слова тоже могут быть не совсем, ну, не совсем как-то приятными. Если вы так себя заботитесь, то вы можете, да, если это мама, например, или бабушка, или сестра, вы можете помочь в приготовлении какой-то вкусной и полезной пищи. Если это муж, который говорит, знаешь ли, займись собой, купите абонемент в фитнес-клуб. Или наоборот, забирайте, приглашайте на прогулки, гуляйте у моря. Да, и еще есть такой момент, что... Вместе. Вместе. Нет, не ей. Это важно. А вместе, да. И себя тоже берите. Это важный момент. И еще я, наверное, добавлю, что человек, который сам доволен собой, то, скорее всего, вот обращать внимание на какой-то лишний сантиметр Натальи и жены вряд ли такой супруг будет. Скорее всего, может быть, у него есть какие-то там сложные ситуации сейчас на работе или еще какое-то напряжение, с которым самостоятельно он справляться не может. Поэтому нужно сделать так, чтобы жене рядом было чем заняться, и тогда этот человек сможет как-то спокойнее себя чувствовать. Давайте еще раз подрезюмируем, да, то, что мы сказали. Вы дали совет о том, что нужно смотреть на себя в зеркало и любить себя таким, какой ты есть. Это правда. Может быть, еще какие-то есть такие моменты, которые давали бы силы не обращать внимания на хейтеров, да, которые там могут что-то от своей невоспитанности ляпнуть? Я думаю, что первым и самым главным желательным и обязательным правилом является выбор своего окружения. То есть, если у меня есть подруга, которая мне при каждой встрече будет говорить какие-то неприятные вещи про мой вес, про мою одежду, про мой размер, говорить, ну, что я какая-то не такая, что-то со мной не то, то, наверное, от такой подруги стоит как-то отстраниться или даже, я бы сказала, попрощаться с ней, потому что это не дружба, это отношения, которые приносят больше напряжения и расстройства. То есть, ограничить для себя круг людей, которые могут провоцировать вот такие чувства, что что-то со мной не так. Также это же правило я бы отнесла к общению в соцсетях, в том же Инстаграме. То есть, если я буду подписана на фитнес-блогеров, которые периодически выставляют какие-то свои спортивные результаты, не описывая, какими силами они добиваются этих кубиков пресса или прекрасных бицепсов, у меня тоже будет возникать ощущение, что что-то со мной не так, потому что я вроде делаю то же самое, но почему-то я выгляжу не так. Очень мне созвучен совет от Майи о том, что желательно выбрать для себя людей, которые нравятся и, ну вот, смотреть на тот пример, который я могла бы для себя тоже как-то применить жизнь. Спасибо огромное. Действительно, любить себя, это очень важно. Ну и важно помнить, что в человеке главное это не его рост, не его должность, не его вес, не его религия, не его национальность, а важно то, что он такой же человек, то есть не нужно разделять никого, потому что, да, давайте вспомним, если нас уколоть, у нас будет одинаковая кровь, правда? Мы все одинаково любим, мы все одинаково верим в чудо, мы все одинаково надеемся, улыбаемся и плачем одинаково, мы все потому, что равны. Я напоминаю, в гостях у нас Анна Герсеменко, гештальтерапевт и психолог, спасибо огромное, что вы пришли к нам, тема эта, быть может, не так часто поднимается в СМИ, как хотелось бы, но нужно об этом говорить. Спасибо, что вы подняли эту тему. Это был дневной эфир седьмого телеканала, в студии провела его с вами Татьяна Милинко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова